Привет, привет, это канал Мистер Кэт. Меня зовут Сагиров Иван, я играю в Skyrim Special Edition на легендарной сложности. И сегодня я вам расскажу, где я взял вот эту вот сферу. Но сначала нужно завершить этот квест. Господи, сколько это? Это третья серия. Я прохожу эту локацию, локация под названием Форелхост. Мне тут нужно забрать маску. Наверное, по-моему, одну из самых последних масок, которая... О, парень, приветик. Правильно. Правильно делаешь, что разворачиваешься. Воу. Мужик, 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 мужик. Погоди. Пугай себе, он меня говорит. По-моему, даже щит не сработал, нифига. О. Не, ну то, как он развернулся, это... 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 Так, там какая-то ловушка. Сфера, не наступи. Я тебе прошу, не наедь даже так. О. Еще один парнишка. Не знает... Че-то... Че-то он разворачивается. Пф. 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 Уху-ху. Ха-ха. Прям костерчик. Боже, он еще, по-моему, загорелся, да? Ха-ха-ха. Да, он горит, ребят, смотрите. А, подождите. Он горит не за этого, он горит за того, что у меня хаучический урон и просто иногда проходит урон огнем. Все понятно, что я тут думаю. Ха-ха-ха. О, смотрите-ка. Пока не дерутся, заберут эти вот драгоценные камни. Прикольно, он только что развернулся. Видели, как... Ха-ха-ха. Сработало. Отдыхай, малыш. О-о-о. Ну, да. А-а-а. Мне сюда, ребят. Мне сюда. Так, секундочку. Я тут брал, по-моему, коготь. Что это такое? Это мне не надо. Ммм, коготь, коготь. Это тоже мне не надо. Ммм, кружка. Пустая бутылка, 15 штук. Чем она мне? Драконник. Рубиновый? Хм. Да, по-моему, нет. По-моему, стеклянный должен быть. Так, лисица, сова и змея. Лисица, сова и змея. А, вот так. О-о-о. О-о-о. Это медленно. Вау. Ой-ой-ой. Наверное, отсюда выскочат ребята, да? Которые будут меня бить. Которые будут меня бить. И я, наверное, сейчас кого-то возьму. Давайте. Вызов попельного стража. Это эксперт. Я возьму с собой. И нам вот сюда. О-оу. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, секундочку. Секундочку. Главное не паниковать. Так, единичку взяли. Двоечку. Поехали даться. Блин, он еще кого-то призывает. Так, флакон юзнули. Хорошо. Хорошо. Так, секунду. У меня, по-моему, закончилось. О, да. Отлично. Давай. А сила-то закончилась? Сила, черт подери, закончилась. Так, секунду. Это не то, не то, не то. Ммм. Напиток бодрости. Вот. Ты нужен мне и... Господи. Иллюзии. Короче. Все. Все. Вышел. Это не то, что надо. Давай. Покойся с миром. Покойся с миром. О, черт. Не... да ребят там конечно охрана нифига себе какая обалдеть опять этих ребят бить надо да получай они просто видят изрубили ой блин нужно сохраняться нужно сохраняться и ловушка да нифига себе какая ловушка что-то у меня жизни мало стало сразу парень парень погоди ты что давай позависай там пока офигеть сфера блин а я ж почти почти победил того братского жреца так ладно сейчас подготовимся немножечко лучше вот вот нам сюда что это по моему лут почистил достал блин надо сохраниться ну его к черту сейчас не буду чистить лук потом если что его продам только баночки наверно про выброшу их можно продать зачем их выбрасывать драконе нет мне по-моему стеклянный нужен лисица сова и змея вот так вот сохраняюсь блин когда играешь на легенде на 101 уровне то приходится приходится чаще сохраняться вот тут не было быстрого сохранения это был бы под так как-то не быстро его развалили но он хоть чуть-чуть их усмирил колдовство вот пепельный страж давайте наверно возьму пепельного стража теперь я возьму наверное вот он уже выскакивает выскакивает лорда если получится дорогой получилось отлично теперь теперь я юзаю белый флакон пока те ребята буду драться и буду надеяться они будут меня защищать я должен быстренько ушатать этого парня зарядили давай давай он еще огняной плащ сделал я же вампир мне не нравится огонь так все мощные удары закончились давай давай он меня жжется оу парень погоди-ка а это стена огня по моему я просто стоял на ней горел ну чай есть есть ребят рак год увеличение запас сил на 70 это маска чисто для воина прикольно за дымок есть зеленая но это символ силы ускорими по крайней мере посох жреца давайте полетаем так оружие оружие где мой сумасшедший посох в оба джек давайте мы тебя в крабика тебя в зайчика тебя молниями я тоже в зайчика здесь а звери не сделаем а тут еще один дремора ой 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 парни я наверно это зря сделал да сейчас буду получать лящей так но нагнем невидимка димора драурх молния умер курочка что это монеточки так курочка у нас остался не 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 зайчик воу не нравится мне это монетки боже что за превращение так очень быстро очень быстро заканчиваются снаряды черт так ты сильно не шути так потому что я смогу умереть умер умер ребятки отлично вы черт не перегружен а там какой-то враг остался стойте еще один рода это мне повезло что он просто умер сферочка ребят я вам хочу показать где нашел эту сферу но там не все так просто так что мы сейчас возьмем лук достанем его вот когда натягиваешь это быстрее идешь давайте лутик посмотрим чтобы уже продавать так продавать все драгоценные камушки лук ничего такого особенно а вот тут что у нас все 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 давайте вызову дремору обалдеть стойте что сделал это не то снова ты жду с нетерпением так у нашего торговца есть немножечко денег мы заберем вот это вот вот это вот вот это броню и в принципе можно но денег не хватит значит нельзя заходим в оружие тебя продаем тебя продаем и тебя продаем дорогой и тебя так меч не нужен зефирчика не 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 посох драконного жреца вот много вот этих вот вещей и красноречие у нас качается отлично тебе мы тоже продаем тебя оставляем 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 это броня нам не нужна и в принципе все ребят да 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 ну я еще хотел попродавать эти баночки которые у меня там их 15 штук по моему занимают лишние слоты или я их где то уже делал наверное я их вожу что ли не заметил как так склероз ладно ооо милая блиля сори из грамор ну что я с его щитом бегаю жалко что не показали что он в одной руке держит этот топор а в другой руке у него щит а сделали именно такой вот только память не показали а что тут за крик гнев грозовой зов отлично 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 тут ничего у нас нет оу смотрите-ка ребят а там какой то крик и я ту локацию не открывал хм магия крики грозовой зов крик сотрясает небеса и пробуждает разрушенную разрушительную силу молнии с карима молнии господи этот крик наверное даже никогда не юзал ну что то нужно будет обязательно его прокачать ну сейчас ребятам сказали что нужно так вот понаблюдать за действиями я провел исследование и выяснил что скоро снежный странник после осады оставил часть своих личных записей здесь я надеюсь в них будут указания на то как попасть в закрытые помещения крепости тебе стоит знать что в порохлости водится нежить но думаю ты с этим справишься возвращайся когда добудешь босса стой там привидения не люблю привидений дай-ка я подумаю минуту он реально будет думать минуту что ли вот давайте подойдем стой это еще кто а он о подожди я я все объясню что сейчас это у я я я все ну я даже это я солдат стрелы сочери выстрел забрал этот наблюдает знаете охота на культ драконов квест выполнен то есть он переделся прикольно 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 что заберу еду помидорки господи почему не лук перей бриллианты все своровали все своровали ну чтож вау там еще столько у меня локации не открытых ну чтож играть и играть ребят давайте как я обещал я выполнил наконец-то третьей серии for all хоста хотел выполнить один квест сейчас я вам расскажу где добыть двемерскую сферу наконец-то я расскажу ребятам которые не знают и многие мне спрашивают где я получил эту двемерскую сферу ребят сейчас я вам все в подробностях расскажу ну если вы тут в первый раз на этом острове то вам будет не так то просто серьезно не так то просто но я думаю вы постарайтесь ну что ж вот наш остров солтсхейм мы отправляемся в кагрумес вот он видите он приблизительно где-то в центре не в центре ну да если вы такой треугольничек сделайте воронья скала чердак точнее тельметрин вот кагрумес нам сюда отправляемся кагрумес он вас мило примет охраны не какой нет вы здесь увидите вот такие вот руины которые в каком-то колодце вот такие ну ладно пойдем посмотрим что там забегайте внутрь и проваливаетесь глубины кагрумеса здесь вас встречают разбойники да 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 ребят вас встречают типичные разбойники и не помню по моему их тут три или четыре будет так что нужно будет с ними подраться но вот кстати один из них господи сколько серии он тут два года уже лежит то нет не два но год точно почему то не исчез вот вот еще один тут мах по моему вот разбойник громила и здесь у главаря разбойников вы найдете два два камня специально камни вот такие вот они небольшие и они будут похожи на камни душ но только по моему резонатор резонаторные камни что-то в этом вроде вот видите тут и специально загадка если у вас будет все все пять камней то вы сможете без каких-то либо проблем разгадать эту загадку ребят но чтобы получить эти камни ребят вам нужно будет немножечко подумать ну что ж два камня у нас есть а где же получить еще три я вам сейчас все по полочкам расскажу смотрите по локации вы прыгаете в карту мира и здесь есть локация под названием фауптарс фауптарс у нас находится вот воронья скала у меня ванюшка палачет ладно фауптарс у нас находится вот смотрите воронья скала только вы бежите просто по над бережком раз-раз-раз-раз-раз добегаете до камень воды и здесь вот недалеко фауптарс эти руины вам нужно будет зачистить но помните что они не такие же простые они нифига себе какие шедевральные и обалденные одни из лучших руин фауптарс двеймерских руин так что обязательно пройдите и в конце приблизительно субботе внимательно вы найдете один камень запомнили фауптарс дальше дальше следующий камень у нас лежит в руинах под названием чардак чардак находится совсем недалеко от тельметрина вот он его даже немножечко видно а нет не видно за облаками ну что ж это две мирские руины но вы туда просто так не попадете нет 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 для того чтобы попасть им чардак вы должны в тельметрины начать квесты квесты у местного мага и только через два квеста или три квеста унилота унилота вы сможете вместе с ним отправиться и открыть чардак это тоже загадочные со своими секретами руины вы их зачищаете в конце и получаете этот камень то есть у нас уже четыре камня и время смотрите мы получаем давайте еще раз пробежимся коврумес два камня фауптарс три камня чардак четыре камня и где же 5 а 5 камень проще всего нам надо быть но вам нужны денежки он находится вот здесь недалеко от тельми тельмира есть торговец он рядом с страйдером ну это огромная блоха вы ее не пропустите он вы сможете с ним поговорить и спросите что у него есть на продажу и вы найдете в разном у него еще один камень скажите нифига себе если бы если бы ребят я я блин не знал этого ну точнее если бы я проходил это впервые она никогда в жизни не узнал что у него есть еще один камень это я в первый раз проходил и это я с помощью интернета узнал сам я блин долго узнавал сколько ко мне нужно как короче 5 камня мы получили вот ну по-моему 5 вот то есть у этого торговца купили чердак фауптарс и отправляемся сюда здесь у нас будет такая вот довольно простая загадка она будет состоять из нескольких квеста то есть вы набрали одну комбинацию которая будет вырисовываться проходите дальше открываются одни двери вы их зачистили вернулись поменяли камни в другом расположении мы все пони поймете спойлерить не буду также ребят здесь будет вот такая защита вы открываете этот рычаг и появляется вот этот вот милый паучок двемерский но не бейте его я когда первый раз проходил я не знал я думал что это враг и сразу его убивал он рассыпается после двух наших ударов и все а на самом деле это компаньон ребят прочный двемерский паук не можно поболтать и взять его собой но можно взять или сферу или паука потом вы опять разгадывать эту загадку открываются вот эти вот ворота видите на воротах нарисован символ такой вот как должны расположены быть вот эти вот камни ну то есть это самого начала так что вы думаете поймете вот видите как раз два три 4 то есть все довольно просто идете дальше и вот здесь ребят вот здесь вы найдете эту обалденешую лучшую лучшую сферу это лучший компаньон для меня для меня это лучший самый лучший компаньон но он обалденный не знаю кто так может только двемерская сфера ну если вы пойдете дальше то вы найдете кое-какой лук по моему как многие говорят один из лучших луков в игре это сомнительно лично для меня я так не считаю черный лук судьбы вы тут найдете да вот здесь он будет и висеть и принципе все и зачистить эту локацию ребят и зачистите ну что если он помог то всем огромное спасибо ребят ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и комментируйте следующая следующая серия уже будет в новом сайте и скорее всего я начну наконец-то проходить главный квест я еще подумаю будет новый сет новые задания новые приключения на легендарной сложности это был канал мистер кэт играйте только на легендарной сложности друзья и также если вы посмотрите это видео самого начала до самого конца это повысит мою не знаю повысит мой рейтинг ютубе так что знайте настоящие подписчики мистера кейта мистера кэта господи настоящие подписчики моего канала ребят знаете что продвигает не ваши лайки ну лайки тоже продвигают комментарии продвигает но самое такое значительное продвижение это если ты посмотришь мои видео самого начала до самого конца ну просто так для галочки может кто-то не знал все друзья всем огромное спасибо и пока